Здравствуйте! С вами Марина Романюк. В эфире программа «Неделя города». Смотрите в выпуске. За веру и добродетель накануне Дня матери в Рязани чествовали родительскую доблесть. Преодолевая себя, рязанские подростки с ограниченными возможностями стали призерами национального чемпионата «Абилимпикс». И вода другая, и опыта больше. Депутаты Рязанской городской думы утвердили Виталия Артемова главой администрации. В правительстве Рязанской области накануне Дня матери наградили 13 особо отличившихся семей региона. Праздник, как известно, отмечают в последнее воскресенье ноября. Совсем недавно президент Владимир Путин объявил 2024 годом семьи. На региональном уровне поддержку тоже увеличат. Уважение к матери – основа традиционных ценностей нашего государства. Об этом заявил на награждении выдающихся семей региона губернатор Рязанской области Павел Малков. Он также отметил, что поддержка институтов материнства и детства – приоритет государственной и региональной политики. Здесь, в этом зале, присутствуют женщины, которые могут служить примером для всех остальных, для окружающих. Ваши дети растут достойными людьми. И, конечно, это ваша главная, основная заслуга. Воспитание подрастающего поколения – это такой очень непростой, нелегкий, ответственный труд. Я бы даже сказал, героический труд, когда речь идет о многодетных семьях. Духовные и культурные ценности – база воспитания в многодетных семьях. Родители вкладывают всю свою безусловную любовь в подрастающее поколение, поддерживая всестороннее развитие своих детей. 2024 станет годом семьи. Об этом на днях заявил глава нашего государства Владимир Путин. Такая новость – настоящий подарок ко Дню матери. Это будет огромное движение для воплощения каких-то определенных целей. Я считаю, что сейчас существует очень много мер поддержки, поэтому мамам желаю не бояться, обзаводить с огромными семьями. Ведь дети – это наше будущее, за которое мы всегда будем переживать, болеть. Конечно, это очень важно, потому что все начинается с семьи. Это очень верный и грамотный шаг правительства. Поддержка семьи – это залог успеха нашего будущего, потому что человеческий капитал имеет огромную роль не только для счастья народа, но и вообще для страны в целом. Всего в этот день наградили 13 рязанских семей. Им вручили почетные знаки «Родительская доблесть», «За веру и добродетель», а также премию Рязанской области «Признание». В Рязанском железнодорожном колледже честовали участников и призеров национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению – Обилимпикс. А также призеров инклюзивного фестиваля «Равные возможности». В чем суть состязаний и имена лауреатов в нашем следующем сюжете. Призеров национального чемпионата Обилимпикс встречают неформально за чашкой чая. Ребята приехали из Москвы, где по итогам соревнований в компетенции промышленная робототехника в категории «Школьники», учащаяся лицея номер 52. Валерий Олешко занял второе место, а в категории «Студенты» представитель Рязанского колледжа электроники Михаил Бугаков четвертое. Впрочем, цель чемпионата вовсе не в местах и медалях. Главное – объединить всех. Чтобы они подружились, чтобы они себя раскрыли, и в спортивных мероприятиях поучаствовали, и в образовательных. Сегодня у нас был образовательный день, где Маш выступал, где у нас различные гости к нам приходили, и в Центр занятости населения, и в Фонду защитников отечества к нам приходили сегодня. Бойцы со СВО и рассказывали о том, как они находились на Украине. Конкурс «Вместе» на карте возможностей состоял из трех этапов, в ходе которых активисты движения «Обилимпикс» презентовали себя и свой регион, рассказывали про его культурное наследие и историю в форматах, которые выбирали команды-соперники. Рязанскую область представляла студентка железнодорожного колледжа Мария Жданова. По итогам оценки жюри на голосование мы заняли, наша команда, на третье место, то есть в Рязанской области мы довольны результатом. Еще могу сказать, что этот конкурс, как бумажка, открыл многие таланты, она у нас стала более общительной, да? Согласна? Да, мы не боимся теперь камеры, практически не боимся, да? То есть мы достигли успеха, мы победили себя. Всем ребятам вручили благодарности и ценные подарки. В фестивале равные возможности принимают участие более тысячи человек. Для них проводят выставки, мастер-классы, спортивные состязания для правильной адаптации и социальной реабилитации. Депутаты Рязанской городской думы выбрали главу администрации города. Претендентов было два – действующий городоначальник Виталий Артемов и руководитель водоканала Олег Штефан. После оглашения результатов конкурсной комиссии сюрпризов не ожидалось. Их, в общем-то, и не случилось. Утверждение кандидатуры главы администрации в повестке значилось первым и самым важным вопросом. На знаковое заседание Гордумы прибыл губернатор Павел Молков. По итогам конкурсной комиссии у Виталия Артемова было преимущество перед Олегом Штефаном, его программу развития города поддержало большинство, но последнее слово оставалось за народными избранниками. Чисто технически голосование по каждому претенденту развели по разным законопроектам, то есть в случае победы первого за второго уже не голосовали. Кроме того, процедура была тайной, бюллетени депутаты заполняли по очереди. Результат оказался вполне предсказуемым. Число голосов, поданных за – 32, число голосов, поданных против – 1, воздержались от голосования – 1. По итогам тайного голосования решение считается принятым. Артемов Виталий Евгеньевич назначен на должность главы администрации города Рязани. Опытным и волевым руководителем назвал Виталий Артемова Павел Молков, поздравляя его с избранием. Позитивные изменения в городе уже ощутимы, заявил губернатор, но работы впереди еще много. Город должен меняться и обязательно будет меняться, вот чего бы нам это ни стоило. Внешний облик, общественный транспорт, социальные объекты, дворы, уборка улиц и многое-многое другое. Изменения уже есть, например, общественный транспорт. Давно об этом говорим, сейчас уже меняется. Но нужно и дальше серьезно системно этим заниматься. Или хочу сказать, что у нас, к сожалению, пока из топа проблем не уходит уборка мусора. Поэтому тоже нельзя закрывать на это глаза, надо вопросы решать. Тут пока позитива еще не хватает. Также вот здесь, в этом же зале, говорил о том, что нужно повышать эффективность подведомственных учреждений. Там пока есть много неэффективности, много вопросов. И надо еще раз с коллегами сказать, что это наш с вами резерв. Присвоение Рязани статуса город трудовой доблести для главы администрации двойная ответственность. Об этом говорил с трибуны Виталий Артемов. Приоритеты для городских властей остаются теми же. Поддержка семьи участников СВО, повышение качества услуг ЖКХ, комплексное развитие территорий. Но главное быть открытыми к диалогу с жителями. Благодарю правительства Рязанского, Павел Викторович, вас лично за поддержку, за неравнодушное отношение к городу. Как любой руководитель, все мы и депутаты хотим, конечно, чтобы было больше, лучше. Поэтому здесь, наверное, Павел Викторович, главное, чтобы ваши возможности совпадали с нашими потребностями. Ну и в то же время есть и другая пословица. На правительственные одни себя сам не положаю. Поэтому, как вы уже сказали, со своей стороны мы будем прилагать все усилия для изыскания внутренних резервов, оптимизации работы муниципальных предприятий и учреждений. Славная история, достойное будущее. Эту надпись на гербе Рязани Виталий Артемов решил взять за основу своей работы. И подчеркнул, вторую часть этого выражения можно реализовать только вместе с рязанцами. В повестке Рязанской городской думы были и другие значимые вопросы. Например, исполнение бюджета города за 9 месяцев этого года. В этом году казну пополнят еще на 626 миллионов. На что пойдут эти деньги, расскажем далее. Бюджет Рязани исполнил на 63% или по доходам на 11 миллиардов 938 миллионов рублей, 7700 из которых безвозмездные поступления. В муниципальный дорожный фонд перечислено 931 миллион рублей, из которых 911 уже израсходовано. Собственные доходы городской казны уже увеличились на миллиард 200 миллионов, но будет еще больше – на 626 миллионов. Такую прибавку депутаты поддержали единогласно. 400 миллионов рублей – приобретение 25 низкопольных автобусов, 150 миллионов рублей – приобретение 5 троллейбусов, 42,5 миллионов рублей – выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам, 39,8 миллионов рублей – повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами президента Российской Федерации. Народные избранники внесли изменения в генеральный план застройки Рязани, и они сделали другим назначение земель в селах Качево и Мордасово под индивидуальное жилое строительство для многодетных семей. Здесь вопросов не возникло, зато они появились во время рассмотрения другого вопроса – о застройке в московском районе улицы Лагерная. Дескать, мы от точечной застройки уходим, а тут снова на те же грабли. Впрочем, оказалось, что эта земля все-таки входит в комплексное развитие территории. Это вопрос, который рассматривался в течение, наверное, месяцев восьми, и это не огульное решение. Смотрели и транспортные движения по московскому шоссе, и те ППТ, которые были приняты раньше, и ветхий фонд, который там есть индивидуальный. Просто, наверное, коллеги, многие там не были, сходите, пройдите. Очень тяжелая ситуация в тех квартирных домах, которые даже были расселены семь-восемь лет тому назад. Большинством голосов изменения были приняты, и надо думать, в истории с расселением, которая тянется уже второй десяток лет, будет поставлена точка. На снегопад в Рязани и области дорожные службы отреагировали оперативно. На уборку снега всего вышло около 600 единиц техники. В городе основной акцент сделали на очистке тротуаров в области федеральных трасс и остановочных комплексов. Об этом говорили на правительстве. Кроме того, было анонсировано открытие новых павильонов в торговом городке и окончание работ по замене троллейбусной контактной сети. Плотный снегопад в Рязани и области стал первой темой на заседании правительства. В городе на расчистке дорог и тротуаров сегодня работает порядка сотни единиц техники. В области ее больше 500. Впрочем, сухие цифры, по словам губернатора, не слишком информативны. Нужна динамика развития системы уборки снега, как минимум в сравнении с прошлым годом. Коллеги, у меня к вам главные вопросы, главные задачи. Мы должны постоянно с вами двигаться вперед. То есть, ну, 200 единиц техники – это много или мало? Непонятно. Мне важно, чтобы их становилось больше. С каждым сезоном, с каждым днем, с каждым снегопадом становилось больше техники. Более эффективные схемы работы использовалось. Больше операторов, лучше логистика и так далее. Вот, коллеги, я сейчас не буду, естественно, опрашивать каждую администрацию. Вот это задача, которую мы должны постоянно выполнять. То есть, самое главное – это развитие. Развитие – это в том числе и полная замена контактной троллейбусной сети «Рязани». Цена контракта – более 73 миллионов рублей. В данный момент подрядчик завершает работы на Дзержинского. Далее их продолжат на улицах Маяковского, Циолковского, Соборной, Ленина и Первомайском проспекте. Под замену пойдут 20 километров проводов, а также несущие тросы. Работы завершат до конца года, а пока они в самом разгаре. Вопрос только в так называемых спецчастях, которые позволяют троллейбусам ехать со скоростью потока. То, что касается спецчастей контактной сети. В рамках выделенных средств главная задача – это минимизировать количество обрывов контактной сети. В приоритете – замена проводов и несущих тросов на новые. Замену спецчастей для увеличения скорости прохождения поворотов троллейбусами в этом году проводить нецелесообразно, поскольку это привело бы к значительному удорожанию стоимости работы и к снижению общих объемов. Замена спецчастей частично запланирована на 2024 год в рамках продолжения ремонта контактной сети. Некоторые вещи оставим на следующий этап, потому что это будет не разовая точная работа, а будем ее также из года в год продолжать. Поэтому сейчас самые экстренные участки, самые проблемные, меняем. А потом будем в том числе заниматься и вот такими отдельными элементами, повышением и скорости прохождения, эстетичности сетей и так далее. Сейчас нам главное решить проблемы с постоянными обрывами, с постоянными авариями. Поэтому задача сделать вот этот максимальный объем по самым нагруженным участкам, а дальше будем вот всю эту работу развивать и совершенствовать. Тема развития и совершенствования касалась и обустройства торгового городка. До конца года здесь откроют три новых павильона. Первый из них – Центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций» распахнет свои двери уже в ближайшую субботу. К концу года, еще раз отмечу, планируем остановить практически все уже, весь торговый городок, всего будет 20 павильонов. В каждом будут свои интересные активности, свое направление. И в целом получается такое очень хорошее и позитивное место и для жителей города, и для наших гостей. Вот таких локаций у нас должно остановиться как можно больше. «Резиденция традиций» будет работать шесть дней в неделю, в выходной – понедельник. А вскоре эту эстафету подхватят еще два павильона, музей чая и музей истории молодежного движения. Мошенники из колл-центров доработали схему изъятия денег у населения. Если раньше они звонили якобы из службы безопасности банка, то теперь представляются реальными людьми. А иногда даже сотрудниками Следственного комитета. Александр Логинов – в должности руководителя Рязанского межрайонного следственного отдела с 2020 года. На его счету десятки раскрытых преступлений. Как говорится, зуб точат многие. И вот однажды телефонные мошенники позвонили жителю региона от его имени. В последнее время участились случаи мошеннических действий в отношении жителей нашего региона, при котором преступники используют имя сотрудников Следственного комитета. То есть гражданину звонит неизвестный номер. В ходе разговора оппонент представляется сотрудником Следственного комитета, нередко руководителем какого-либо подразделения. После чего сообщает информацию о возможных финансовых махинациях с его картами. Дальше схема стандартная. Якобы следователь просто предупреждает о звонке сотрудника банка. А тот уже узнает и номер карты, и код на обратной стороне. Затем сообщает о хакерской атаке на счет. В общем, список ходов у мошенников огромный. Прелюдия только изменилась. Теперь звонок якобы Службы безопасности банка анонсируют псевдоследователи. В большинстве своем мошенники пользуются номерами из мессенджеров. Это сразу должно насторожить. Более того, сотрудник Следственного комитета никогда не будет вам говорить о том, что вам должен перезвонить сотрудник банка и действуйте по его указаниям. Тактика при таких звонках прежняя. Прекратить вызов. Если же сомневаетесь в правомерности своих действий, говорит Александр Логинов, просто найдите в интернете номер регионального отдела Следственного комитета и перезвоните им напрямую. Лучше потратить пару минут, чем несколько лет, чтобы вернуть отправленные мошенникам деньги. В Рязанской области подорожали продовольственные, непродовольственные товары, а также различные услуги. По словам экспертов Банка России, инфляция связана с повышением спроса на отдельные категории товаров. Продукты в области подорожали почти на 6%. Особенно прибавил рис, который в регионе не выращивают. Непродовольственные товары подскочили на 5,5%. Повлиял рост экспорта древесины. Это статистика Центробанка. По словам экспертов, рост инфляции связан с ослаблением рубля, издержками производителей и спросом роста на отдельные товары. От ослабления рубля выиграли экспортеры. За рубежом активнее стали покупать российские плиты и древесину. Но это привело к тому, что предложение внутри страны не расширялось так же активно, как спрос. В итоге увеличилась стоимость корпусной мебели по сравнению с прошлым годом. Ослабление рубля сильно ударило по карману рязанцев. Одежда, бензин, услуги ЖКХ, проезд и продукты. Список товаров, которых коснулась инфляция, включает в себя практически все категории. Каждый день дорожает, когда не придешь, дорожает. Замолоченными продуктами масло, сливочное в палатке я беру, оно каждый день дорожает. И творог дорожает, и кефир дорожает, и молоко дорожает. Мне кажется так, что курица подорожала, яйца подорожали. Сейчас то, что стоило 98, стало 108 стоить. Впрочем, на этот счет у Центробанка есть отдельный план. И по его прогнозам, повышение уровня цен к концу года не превысит 7,5%. А с учетом перемен в денежно-кредитной политике следующего года, инфляция упадет до 4%. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В соцсетях рязанцы пожаловались на зловонные выбросы в реки Павловку и Трубеж. В комментариях к записи появился вопрос, кто же виновник произошедшего. Проверку организовала природа, охранная прокуратура. Результаты могут удивить. Фотографиям этим уже год. Сделаны они с пешеходного моста через реку Павловка. Сам автор в социальных сетях написал так, цитата, «Неизвестные сливают неизвестную зловонную жидкость». Поисками этого самого неизвестного занялись сотрудники Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверку провели с привлечением специалистов. Было обнаружено, что в реки выходят выпуски ливневой канализации, через которые с территории интенсивной жилой застройки, с автомобильных дорог, ливневые, дождевые, талые воды, без какой-либо очистки, загрязненные поступают в поверхностные водные объекты. Речь идет сразу о двух реках. Помимо Павловки пострадал еще и Трубеж. Тут тоже жаловались на эти самые выбросы. С целью устранения данного нарушения природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием возложить на администрацию города Рязани обязанность оборудовать выпуски ливневой канализации очистными сооружениями. Административное исковое заявление прокурора судом рассмотрено. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Суд обязал администрацию оборудовать семь выпусков ливневой канализации в московском районе города Рязани очистными сооружениями. Срок до конца 2025 года. Такая точка дедлайна связана с бюджетным финансированием. Устранение нарушений под контролем природоохранной прокуратуры. Если реакции не последуют, ответственность будет вплоть до уголовной. Партнер программы «Неделя города» икра и рыба Камчатская до 25 ноября включительно возле торгового центра «Премьер». По статистике МЧС ежегодно на первый лед стремятся выйти дети и рыбаки. Однако спасатели утверждают, что сейчас выходить на первостав, конечно, рано. Лед едва достиг 1-2 сантиметров. На лед выходить пока рано, говорят сотрудники МЧС. Лед только-только схватился и толщина его доходит всего до 1-2 сантиметров. Это при норме в 7. При подходе к водоему, для того, чтобы перейти этот водоем, можно самому убедиться, толстый лед на этом водоеме или нет. Для этого ни в коем случае не нужно бить ногами по льду, сразу вставать на него, прыгать. Достаточно взять длинную палку потяжелее, либо лыжную палку, и попробовать постучать по край берега по льду. Если при первом ударе лыжной палкой или палкой пойдет вода, соответственно, в этом месте и дальше лед не более 2-3 сантиметров, а где-то даже и 1 сантиметр. Если вода не пошла, то есть и лед не трещит, то есть не образуются трещины, нет треска, то есть, соответственно, лед более 7-8 сантиметров можно уже спокойно выходить. Крепкий лед или прозрачный, или зеленовато-синего оттенка, говорят сотрудники ГИМС. Однако даже на такой лед нельзя выходить без средств самоспасения. Это может быть тот же старый добрый самоспасатель, который продается в каждом рыболовном магазине, или же простая веревка, с помощью которой можно вытащить провалившегося под лед человека. Когда человек выходит на первый лед, то когда лед начинает, так сказать, проваливаться, он издает характерный для этого времени года треск. И, как правило, этот треск предупреждает человека о том, что вот-вот может произойти беда. Что касается весеннего льда, то он не хрустит под ногами, не трещит. Он просто проваливается, человек, и скрывается под водой. В прошлом году зафиксирован один несчастный случай на водоеме. 22 ноября мужчина провалился под неокрепший лед. В этом несчастных случаев пока не зафиксировано. Вкусные и свежие морепродукты с Камчатки в нашем городе на выставке продажи возле торгового центра «Премьер». Рязанцы знают за качество и вкус, потому и очереди к прилавку не иссякают. Чивыча, белорыбеца, палтус. Ассортимент поражает, ароматы сводят с ума. Очередь к прилавку торговых рядов с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи икра и рыба камчатская продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Бутерброд с вкусной, свежей и полезной рыбкой будет украшением любого стола. Я каждый раз приезжаю. И икра очень хорошая, рыбы тоже постоянно беру. Поэтому я мальчику уже много чего сказала. А что предпочитаете вообще? Так, икру, белорыбецу, ну и чивычу беру. Разные попробовали. Так что особо не разгуляешься. Пенсионер училка, пенсионерка. 50 лет в школе отработала. Ну, погловать себе можно иногда. Не иногда, а каждый раз получается берем. Они уже знают, они уже запомнили. Также в ассортименте мобильной ярмарки икра натурального посола. Красное, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Уже покупали когда-нибудь здесь? Да, мне первый раз нравится продукция. Особенно слабосоленые черты угощаются. Ну, а икру решили поближе к Новому году. По лакомице и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 25 ноября включительно. Мобильная ярмарка с камчатской рыбкой ждет вас. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 20 по 25 ноября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова